Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно такой животрепещущий вопрос, всегда мы его пытаемся обсудить, но на самом деле он в общем-то решен, потому что существуют те стандарты проведения генологического исследования, любого радиологического исследования, и по сути в нем заключено все то, что мы и хотим знать. И поэтому на самом деле, если отвечать, что же мы реально хотим, мы хотим качественного, правильно выполненного исследования, на основании которого можно действительно делать какие-то клинические выводы и планировать дальнейшее лечение пациента. Но тем не менее, если говорить более подробно, то, конечно, все начинается с ультразвуковой диагностики. И да, сразу хочу сказать, что мы сегодня, конференция названа очаговое образование, но надо понимать, что сегодня вся тематика посвящена именно локализованному раку почки, образованием небольших размеров, и в том числе, то есть вся клиническая направленность в этой ситуации, это естественно, локальное лечение в то или ином виде. Так все начинается в абсолютном большинстве с ультразвукового исследования в этой ситуации. Мы на сегодня знаем, что порядка 70-80% впервые выполненных образований почки на сегодняшний день должны быть локализованными. То есть это небольшие размеры образований, которые, еще раз повторяю, при которых возможно проведение радикального лечения. При этом мы понимаем, что в принципе, конечно, это очень большие возрастные еще есть зависимости, не так редко бывает и доброкачественные образования. Так в молодом возрасте до 20-30% мы можем диагностировать доброкачественных опухолей почки. Что можем мы сказать по ультразвуковому исследованию? Конечно, мы можем сказать только о типичной ангиомолипомии, о типичной простой кисти почек. Все остальное будет требовать дальнейшего обследования и дальнейшего выяснения ситуации. Поэтому, к сожалению, при всем возможностях современных ультразвуковой диагностики, наверное, роль ее сегодня касается именно раннего выявления. И все остальные детали, конечно, мы хотим, получаем уже при дальнейшем обследовании, при других методах исследований. Конечно, мы можем оценить косвенно распространение тромбы в нижней половой вене, а также, что на самом деле немаловажно для ультразвукового исследования, мы должны оценить не только эту почку, но еще и контрлатеральную почку, что тоже очень важно для того, чтобы понимать возможности суммарной функции почки, для того, чтобы планировать, опять же, дальнейшее лечение. Поэтому это такое, с одной стороны, это ранняя диагностика, с другой стороны, это, по сути, предварительный диагноз, который требует дальнейшей расшифровки. И, наверное, вот этого и хочется на сегодня от ультразвукового исследования, и, к сожалению, не надо придавать ему чрезмерного значения. При этом, конечно, мы на сегодня знаем, что существуют методики контрастирования, но при этом доступность их достаточно чрезвычайно низкая. Во-вторых, все-таки это более сложное техническое исследование, оно не исключает дальнейшего поиска. и, наверное, самая важная проблема, мне кажется, от ультразвукового исследования и в том числе контрастирования в том, что это методика, которая не позволяет клиницисту визуально оценить потом ситуацию, которая есть у этого больного. То есть реально, визуально как бы представить себе то опухолеобразование, как оно располагается, где, в каких структурах и так далее. То есть вот это вот визуальное воспроизведение, наверное, все-таки оно не оптимально при любом варианте ультразвуковой картинки. Именно поэтому все-таки, наверное, роль остается вот та, о которой я говорил. Естественно, дальше у нас встает выбор, а что же все-таки использовать у данного больного? Это компьютерная томограмма или магнитно-резонансная томография. Мы видим, что если мы оцениваем как саму визуализацию опухоли, так и оценку стадирования, то, конечно, есть некоторые преимущества при магнитно-резонансной томографии. При этом при МРТ нет лучевой нагрузки. Возможен для пациентов с клаустрофобией открытый контур. Имеет преимущества достаточно значимые при оценке кист и классификации побосняк. И в том числе, наверное, есть некоторые преимущества при оценке амбеллипом с низким содержанием жира или с его отсутствием. Но, тем не менее, для клинициста на самом деле все эти плюсы меркнут перед тем, что действительно при контуреотомографии, при КТ-ангиографии на сегодняшний день мы можем получить практически стопроцентную картину архитектоники сосудов почки, что является принципиально важным для орган-сохраняющего лечения, в том числе и для нефрактомии. Но для орган-сохраняющего лечения является основополагающим. То есть знание именно кровоснабжения, хода сосудов, их расположения, их расположение в объеме и, самое главное, их соотношение как с самой паренхемой, так и с сегментами паренхемии, так и непосредственно с самим образованием является, наверное, основной информацией, которую мы сегодня хотим знать. Ну и, конечно, оценка взаимоотношений опухоли с чашно-лоханочным комплексом. Но, еще раз повторяю, вот, наверное, эта особенность и оставляет на сегодняшний день компьютерную томографию, естественно, с контрастированием как основной метод обследования этих пациентов. И это дает хорошую визуальную картинку. На сегодняшний день программы позволяют выполнять качественное 3D-моделирование. И именно поэтому, еще раз говорю, мы чаще всего ориентируемся именно на этот метод и метод исследования. Ну, здесь приведены данные вот этого большого мета-анализа 40 исследований, в которые вошли больше 4 тысяч больных, по которым и рассчитаны вот эти вот некоторые преимущества в пользу магнитно-резонансной томографии. Что еще, на мой взгляд, очень важно, что мы в последнее время действительно очень много увлекаемся 3D-моделированием, различными реконструкциями. И часто я замечаю, что на самом деле эти 3 модели и реконструкции на самом деле не всегда соответствуют тому, что мы видим в операционном поле. Поэтому правильно и полностью выполненная компьютерная томография и самое главное презентирование этих результатов является очень важным. И поэтому банальный стандартный поперечный срез на мой взгляд является самой оптимальной картиной, которую прежде всего нужно оценивать. Именно она дает клиницисту, на мой взгляд, представление о том, как реально располагается опухолевый узел, как он располагается к краям, к поверхности, к полюсам и так далее. И в том числе к сосудам. Если выполнены все фазы контрастирования, то мы можем хорошо проследить и сосуды, и как они подходят к опухолевому узлу. И на мой взгляд, это является основной, так скажем, презентирующей картины, которую клиницист прежде всего должен оценить и посмотреть. А только потом уже на этом можно, конечно, наслаивать и 3D-моделирование и так далее. Поэтому особенно видно у молодых специалистов, которые сразу бросаются на 3D-модель или на какую-либо реконструкцию, которая, по их мнению, якобы гораздо более объективно отражает ту картину, которая будет в реальности. На самом деле, на мой взгляд, там достаточно много иллюзий, потому что при этом те клиницисты, которые смотрят, они не пытаются сопоставить непосредственно с тем срезом, который сделан, в какой проекции это все выполнено и так далее. Очень много нюансов, которые визуальную картинку создают ложную по сравнению с тем, что действительно мы увидим в операционной ране. Конечно, то, что мы реально хотим, это правильное клиническое стадирование, это принципиально важно, и основной компонент для тех образований, о которых мы сегодня говорим, локализованной формы образований почки небольших размеров, это, конечно, размер. И размер, на самом деле, является основным критерием для выбора, в том числе, тактики объема оперативного вмешательства, и все остальное весьма опосредованно. Именно размер является и прогностическим критерием, и в том числе критерием стадирования в этой ситуации, то есть для этих образований это стадия СТ1А, СТ1Б и СТ2, о которых мы в основном говорим. Конечно, для этих образований, особенно для СТ2, нам очень важно знать, есть ли инвазия, есть ли инвазия за капсулу, есть ли инвазия в жировую клетчатку синуса, что также хотелось бы видеть и видеть в заключениях и в том числе видеть визуально те зоны, о которых говорится, что в этом месте может быть инвазия и как она соотносится как бы непосредственно с объемом непосредственно почки и опухолевым объемом. Как я говорил, это основной критерий размер, и именно от этого и будет строиться выбор сегодняшней тактики. На самом деле тактика может быть на сегодня либо органсберегающая или радикальная нефрактомия, при этом на самом деле на сегодня, при том, что мы говорим, что в абсолютном большинстве случаев должна быть выполнена органсохраняющая операция, но при этом ни одного убедительно рандомизированного исследования, которое бы показало, что тактика нефрактомии или резекции нефрактомии хуже, чем резекция, на сегодняшний день нет. То есть все-таки единственное исследование с какой-то рандомизацией ванпопеля, которое в общем-то показало, что даже нефрактомия несколько лучше по уровню общей выживаемости, чем органсохраняющие варианты лечения, в частности резекция почки, хотя там много было претензий к этому исследованию. Поэтому на сегодняшний день у нас все равно остается опыт и нефрактомии, и резекции почки, и в том числе не надо забывать об этом сегодня будут говорить, что облетевные различные технологии набирают все равно обороты, и на мой взгляд крайне любопытно то, что действительно мы всегда считали, что опухоль почки является резистентна к лучевой терапии, но сегодняшние результаты стереотоксической лучевой терапии показывают, что у этих пациентов есть место лучевой терапии и результаты весьма обнадеживающие и скоро будут результаты большого исследования, которые может быть действительно введут дополнительные новые показания для лечения этих пациентов. Понятно, что лучевая терапия малоинвазивна, с низким числом осложнений в этой ситуации, что может явиться достаточно серьезным аргументом против хирургического лечения этих больных. Ну и естественно оценка лимфатических узлов, размер, локализация и количество, хотя на самом деле на сегодня на тактику это влияет очень опосредованно, потому что при рентген-негативных лимфатических узлах на сегодня выполнение лимфоденоктомии в общем нецелесообразно, потому что вероятность их поражения чрезвычайно низкая, и даже при стадии Т3 при неувеличенных лимфатических узлах вероятность не превышает 5%, поэтому на сегодня лимфоденоктомия не является стандартной опцией для как бы в лечебном плане этих пациентов, но при этом, конечно, мы продолжаем ее выполнять, прежде всего, понимая, что мы производим адекватное стадирование, и, естественно, как следствие определенное формирование групп каких-то прогнозов этих пациентов, ну и, возможно, проведение какой-то адювантной терапии, в том числе у пациентов, исследование, которое было посуществлено с сутентом, которое показало определенные возможности проведения адювантов у этих больных. Следующее, что, конечно, хотелось бы знать, и, наверное, было бы идеально иметь какую-то стандартизированную систему оценки морфометрических показателей опухоли, а на самом деле морфометрических показателей, наверное, резиктабельности мы хотим. Но при этом ни одна предложенная на сегодняшний день система не позволила нам это сделать. Единственное, о чем мы сегодня можем говорить, что все эти модели, они позволяют нам с определенной степенью риска говорить о переоперационных осложнениях, о проценте сохраненной паренхимы, тем более функциональной паренхимы, и о возможности при этом принципе технического выполнения резекции, наверное, говорить посредственно этих моделей достаточно сложно. Понятно, что это алгоритм, как я часто повторяю слова своих учителей, что алгоритм нужен тогда, когда нечем думать или когда некогда думать, и понятно, что он не универсален, он не может предсказать тем более онкологические исходы, даже осложнения весьма приблизительно, ну и тем более подобные мешательства не могут как бы диктовать технику хирургического мешательства, она будет зависеть прежде всего от опыта специалиста, который это выполняет, и конечно же от того технического оборудования, которое у него есть в эксплуатации для того, чтобы выполнять эти вмешательства. Понятно, что чем выше опыт, причем как хирурга, так и самого центра, и на опыте нашего центра можно сказать, что если у нас достаточно широкие показания к органск хранящего лечения, и у молодых специалистов взгляды такие же, то есть они передаются, и поэтому вот этот настрой на органск хранящего лечения у них гораздо выше, может быть в других центрах, и они также выполняют эти, то есть настроены даже на более сложные резекции. Ну и повторю, техническое оснащение является чрезвычайно важным, если у вас есть хорошая стойка, если вы полностью технически имеете высокое оснащение инструментального шовного материала, различных клеевых современных композиций, то естественно возможности в области хирургического подхода у вас значительно выше, и в том числе и в технике, если мы уже достаточно давно выполняем резекции почки без ишемии, то понятно, что у нас достаточно большой опыт, именно на этом мы ориентируемся, и мы практически все резекции выполняем без ишемии, и мало влияет та морфометрическая картина, о которой я буду немножко более подробно говорить дальше. Но, естественно, все надо начать со шкалы Реннелл. Во всех шкалах приблизительно одни и те же критерии, то есть это размер опухолевого узла, это насколько интерпронхематозно или экстрапронхематозно располагается опухолевый узел, это насколько близко располагается к выделительной системе почки, а также задняя поверхность, передняя поверхность и отношение к полюсам взаимоотношения в зависимости от этих представленных осей. В результате мы набираем определенное количество баллов и в зависимости от них формируем ту группу прогноза развития осложнений в результате резекции. Но еще раз повторю, наверное, все-таки именно поэтому достаточно много статей, как валидизирующих эти результаты, так и наоборот говорящих, что эта система она не коррелирует с результатами, с практическими результатами. Конечно, проблема основная всех этих систем это субъективность подхода, то есть оценивает специалист это человек, у него могут быть свои предпочтения, поэтому вот эта субъективная оценка, она, конечно, не дает такого универсального ответа даже в частоте осложнений у пациента с локализованным раком почки. Еще одна система была предложена это C-индекс, здесь предложена определенная математическая модель к отношению к средней линии почки, и вот по этой формуле с этими измерениями вычисляется определенный индекс при индексе больше 2,5, риск меньше осложнений при индексе 2,5 больше, но опять же здесь не учитывается огромное количество факторов, которые мы можем учитывать при выборе метода лечения и показания резекции почки, поэтому, конечно, тоже, наверное, весьма субъективная картина. Вот валидация и определенное развитие системы Реннол, так называемый, да, полидиаметр, аксилполер, нефрометрия, по сути, все те же критерии, они несколько модернизированы, и также выработаны только 2 критерия, низкие и высокие, в зависимости от тех баллов, которые мы набираем при этой модели. Ну и модель ПАДО, которая также, как и другие, она водилизирована как для лапароскопии, так и для роботизированной хирургии, и здесь опять же тот же практически набор критериев, несколько по-другому изложенный, опять же, размер, локализация, отношение с чашно-охраночной системой и отношение к полюсам, и в зависимости от этого опять же сформированы три группы прогноза, развитие осложнений у данных пациентов, ну и еще раз повторю, конечно, во всех этих в руках автора везде продемонстрирована высокая корреляция с результатом. Я привел эти слайды, причем я их взял из презентации автора, адрес его представленный внутри, который заканчивает эту презентацию вот этим слайдом, он предлагает свою модель, и на самом деле мне это очень понравилось, решение, и он показал, что эта модель также коррелирует, и в том числе коррелирует с результатами Ренул и Падова, но при этом мы видим, что она чрезвычайно проста, и она как бы соответствует тем критериям, с которых начинались показания к резекции почки, как к абсолютным, и в первую очередь абсолютным показанием, то есть когда мы формировали еще на ранних этапах появление резекции только абсолютные показания, говорили о том, что это должны быть опухоли, располагающиеся в том или ином полюсе, и преимущество на экстраренальность, и понятно, что здесь будет риск осложнений минимальный, опухоли же, располагающиеся центрально, они имеют высокий риск осложнений, но мне кажется, что вот эта вот система красиво оформленная и показанная на этом слайде действительно, наверное, так мы на самом деле всегда и оцениваем, и я думаю, что та степень корреляции с результатами осложнений, она и соответствует вот этой вот достаточно простой, наглядной системе, которой мы на самом деле подсознательно всегда и пользуемся, и поэтому на мой взгляд, чрезвычайно важно, еще раз повторю, именно иметь хорошо и качественно выполненное исследование со всеми фазами контрастирования с возможностью реконструкции сосудистого русла, потому что это принципиально для орган сохраняющего лечения, ну и в данной ситуации мы видим, что вот этот опухолевой узел, к нему идет отдельная артерия, и мы можем выполнить так называемую сегментарную ишемию, потому что мы все равно эту артерию будем пересекать, она клипируется и в относительно уже менее условиях с риском кровотечения, мы можем выполнить резекцию вот такой сегментарной ишемии. Поэтому вот эта возможность именно презентации качественных качественных иллюстраций опухоли и его заотношения с почкой и с сосудами, еще раз повторю, начиная не просто сразу с каких-то реконструкций сложных техник, потому что это все-таки реконструкция, у них все равно есть определенный доступ до определенной погрешности и тем более еще раз говорю, визуализация и восприятие этой картинки она может быть совершенно разная у разных специалистов и может по этому по-разному несколько строиться. Поэтому начиная именно с простых поперечных срезов, различных фазах контрастирования, оценка как специалистам-радиологам, так и в том числе специалистам-хирургам, она необходима. И на мой взгляд сегодня тот специалист, который занимается орган-сохраняющим лечением рака почки, должен достаточно свободно читать рентгенограммы, легко разбираться во всех нюансах, во всяком случае связанных непосредственно с тем, что он делает. Потому что только тогда, когда ты понимаешь, зачем тебе это, ты можешь действительно целенаправленно оценивать именно эти критерии, эти показатели и более обоснованно делать заключение и рисовать картинку и в том числе формировать показания к оперативному вмешательству. Наверное, вот все то, что я бы хотел сказать о наших взаимоотношениях и то, что действительно реально мы хотели бы сегодня видеть при исследовании при подобных образованиях. спасибо. Спасибо.